Генеральная Ассамблея Госпожа председатель, дамы и господа главы государств, представители международных организаций, подруги и друзья. На этот форум, на этот самый представительный форум в мире, я пришел с приветом от народа и правительства Восточной Республики Уругвай. Таким образом, мы высказываемся за мир и свободу, высказываем обязательства в том, что касается демократии, прав, справедливости и солидарности. Наше желание обеспечить устойчивое развитие страны и наше стремление к человечеству, в котором, несмотря на все проблемы, будет стоять в центре человек. А именно, все люди, мужчины и женщины, проживающие в нашем мире, без какого-либо исключения. Чтобы все мы были равными перед законом, и чтобы, главное, чтобы все мы были равными перед принципами жизни. Уважаемые друзья, я сегодня не буду выступать и говорить о проблемах Уругвая. Я скорее расскажу о тех проблемах, которые стоят перед всем человечеством. Несколько недель назад международное сообщество ужаснулось кадрами погибшего ребенка на пляже в связи с кораблекрушением, который стал, как и другие, жертвами конфликта в своей стране, и который пытался найти лучшее будущее для себя. Международная реакция была незамедлительна. Но важно, чтобы она не оказалась эфемерной, чтобы мы не забыли эту трагедию, которая потрясла наше сознание, чтобы мы эффективно и решительно начали изыскивать решение трагедии, связанной с исходом миллионов человек. Уругвай, как страна, основывающаяся на иммиграции, и как народ, который получал международную солидарность, когда в этом нуждался, присоединяется к этому исключительно важному делу. Важно избежать, чтобы такая трагедия не повторилась, но также необходимо бороться с первопричинами этой трагедии. Всегда, и не только в здравоохранении, лучше предотвращать, чем лечить. Предотвращать, признавая, что все люди похожи друг на друга. Это больше, чем просто проявлять терпимость, соблюдать и обеспечивать все права, все права. Настаивать о демократии как в форме управления и жизни общества. Образовывать людей для достойной жизни, обеспечивать достойную работу. И уважать планету, в которой мы живем, и которая до сегодняшнего момента, дамы и господа, является единственной средой, где может выжить человек. Если мы будем продолжать разрушать наш мир, совершенно очевидно, что у всего человечества, у предыдущих поколений не будет возможности выжить. Предотвращать также следует и отрицать все формы и проявления терроризма и дискриминации, чтобы никогда не повторилась трагедия с этим мальчиком. Следует осуждать терроризм, откуда бы он ни происходил. Следует также предотвращать и действовать решительно в интересах будущих поколений. Выполняя наши чаяния, учитывая наши потребности и наши возможности. Уважаемые друзья, я только что сказал о здоровье. Конечно же, это связано с моим трудовым опытом, потому что я врач, и буквально недавно я еще активно и полно занимался своей профессией. Но не только в связи с этим опытом, но и как управляющий, я знаю, что общественное здравоохранение – исключительно важный компонент выживания государств. Права людей – фактор развития сообществ и исключительная ответственность государств. Именно с этой точки зрения мы видим, что реальность на уровне планеты Земля вызывает нашу беспокойность. И действительно, по недавней информации, по исследованиям, проведенным в ВОЗ, первое, смертность проистекает главным образом не от инфекционных заболеваний, а от тех заболеваний, которые можно предотвратить, от хронических заболеваний, следует бороться с этими неинфекционными хроническими заболеваниями. И второе, хронические болезни, такие как сердечно-сосудистые заболевания, в настоящее время являются главными причинами смертности по всему миру. Следует посмотреть на тот стиль жизни, который мы ведем. И сказать здесь особенно нечего. Цифры говорят сами за себя. Более 60% смертности в мире связаны с хроническими неинфекционными заболеваниями. Это сердечно-сосудистые заболевания, раковые заболевания, хронические заболевания дыхательных путей, диабеты и так далее. Предстоит еще многое сделать. И это большая задача, не имеющая границы. Проблематика, которую требуется признать. И в столь сложном, запутанном мировом пейзаже, о чем говорилось только что и об Африке, и об Азии, и Латинской Америке. Многие страны с малым доходом сталкиваются с двойной проблемой смертности от инфекционных заболеваний и смертность, связанная с отсутствием питания и связанная с неинфекционными заболеваниями, которые также способствуют смертности нашей населения. Конечно же, питание здесь имеет особое значение. Такие заболевания, как ожирение, также объясняют высокий уровень смертности по всему миру. Посмотрите на рак в Латинской Америке, в нашем регионе. 4,5 миллионов долларов в год. Это только прямые расходы на консультации, исследования, диагностирование, лечения, медикаменты и так далее. Также не прямые, косвенные расходы. Расходы на производительность труда, рабочие дни и так далее. Сколько мы тратим на эти заболевания, лучше, наверное, предотвращать, то есть инвестировать больше в профилактику, в создание нормального жилья, нормального здравоохранения. Это та реальность, с которой мы сталкиваемся, и нужно принять меры незамедлительно. К 2030 году, в противном случае, миллион лати-американцев будут погибать в год от рака, и 7 миллионов по всему миру будут погибать от этого заболевания, которое можно предотвратить, если его диагностировать заранее, и если его, соответствующим образом, лечить. От рака в мире погибает больше людей, чем погибло в ходе Второй мировой войны. Итак, мы сталкиваемся с жестокой пандемией, и мы должны это осознавать. И я честно говорю вам о той реальности, с которой мы сталкиваемся. Это пандемия, пандемия, которая никогда до этого не существовала. Уважаемые друзья, жизнь бесценна. Для того, чтобы обратить вспять смертность от онкологических заболеваний и других не инфекционных заболеваний, следует разработать политические решения и стратегии для поощрения образования, надлежащие системой здравоохранения и изменения стиля жизни. Следует особое внимание уделять профилактике, первичному госпитализации, диагностированию. Что касается здорового образа жизни, о чем я ранее говорил, физическая культура и спорт имеют здесь большое значение. Здоровое питание, а не потребление жирной пищи, которая постоянно потребляется по всему миру. Кроме того, контроль над алкоголизмом и над курением и потреблением наркотиков. Очень важно, чтобы и табак, и алкоголь были включены также в нашу борьбу с наркосодержащими элементами. Конечно, это сложно, но все-таки можно регулировать эти рынки, соблюдая при этом права человека, чтобы здравоохранение стало объектом суверенитета государства. Мне хотелось бы здесь особо подчеркнуть, что надо бороться с курением и с переносом курения одного человека к другому. Все-таки переносят эту вредную привычку и не насекомые, и не птицы, а табачные крупные компании, которые никоим образом не смущаются в связи с тем, что они убивают своих же клиентов. Уругвай стал мировым лидером в выполнении рамочной конвенции по контролю над табакокурением. В январе 2014 года у нас также действует закон по контролю над легкими наркотиками и над алкоголизмом. Зачастую мы используем политику нулевой терпимости. И, наконец, по этой тематике ничего невозможно достичь в изоляции. Все меры требуют решительного подхода, чувствительности и желания изменить жизнь со стороны всех правительств, всех государств по всему миру. Что касается международного сотрудничества, мы не начинаем работу с нуля. Существуют уже организации, модальности, осуществляются различные проекты. Можно ли лучше работать и можно ли добиться больших успехов при меньших затратах? Конечно же, можно. Но, чтобы не изобретать колесо, давайте лучше использовать то, что у нас имеется. Поэтому потребуются серьезные вложения с точки зрения людских ресурсов, материальных и финансовых ресурсов. Но один ресурс, когда его даже много, все-таки его недостаточно. Здесь я говорю о ресурсе, связанном с политической волей. И политическая воля в этом случае скорее не идеологическая дилемма и не вопрос, кто справа, кто слева. Это вопрос морали, этики. Неэтично, дамы и господа, что в некоторых условиях трибуналы многонациональных организаций дают приоритет торговым аспектам перед отстаиванием основополагающих прав человека, права на жизнь и здоровье. Уругвай сам от этого пострадал, от очень крупной компании поощрения табакокурения. И не только Филипп Моррис приложил к этому руку. Многие ополчились на Уругвай за то, что мы поставили вопрос табакокурения в ВОЗ. Вот такова ситуация в Уругвай. И поскольку мы малая страна, нас избрали как косла отпущения, не только чтобы наказать Уругвай, а для того, чтобы и другие не последовали нашему примеру и не стали бороться с табакокурением, не обеспечивали лучшее качество жизни для своих народов. Следует призвать к этике в 21 веке. Может быть, это наивно, может быть, это не модно, но реальность демонстрирует совершенно другое. Нам достаточно только взглянуть на новости последних нескольких недель для того, чтобы понять, что, да, некоторые новости нетривиальны, но мир стал своего рода психбольницей, где пациенты руководят этой больницей. И если мы хотим добиться прогресса, то такую ужасающую ситуацию следует преодолеть. Мы видим войны, унижение народов, когда складывается такая ситуация, что людям нечего есть. И, когда я возвращаюсь, мы видим погибшего мальчика, лежащего на берегу Средиземного моря. Но возвращаюсь теперь к Латинской Америке. В Латинской Америке очень важны три ситуации для нашего региона, для нашей поиски дня. Первое – это возобновление дипломатических отношений между США и Кубой. Это исключительно важный шаг в процессе нормализации двусторонних отношений между двумя странами. Мы высоко ценим этот шаг, и хотя мы знаем о сложности пути вперед, мы убеждены в успехе в будущем. Особенно в том, что касается ключевого момента, а именно того, чтобы прекратилась экономическая, торговая и финансовая эмбарго, который был наложен на Кубу более чем 50 лет назад правительством Соединенных Штатов. Как и в предыдущие разы на предыдущих ассамблеях, Уругвай проголосует за проект резолюции, который будет представлен в ассамблее и который будет касаться прекращения эмбарго. Надеемся, что Генеральная ассамблея в последний раз вынуждена будет рассматривать этот вопрос. Второе, что важно для нашего региона – это напряженность, которая возникла в течение нескольких недель на границе между Колумбией и Венесуэлой. Мы настоятельно призываем к активному, взаимоуважительному, честному диалогу между правительствами двух дружных нам стран, с тем, чтобы преодолеть эту ситуацию, которая угрожает народам обеих стран, особенно наиболее уязвимым. И третье – это, как мы слышали только что, мирный процесс в Колумбии. Это сложный, но очень важный процесс и для нашей братской страны, и для региона Латинской Америки. Мы поддерживаем этот процесс и готовы сотрудничать, если и когда того потребуют стороны. Урагвай не является мощной страной, и мы не присутствуем на всех форумах и совершаем свои собственные ошибки. В 2008 году, уважаемые друзья, мы представили вместе с тем официально свою кандидатуру на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2016-2017 годов. Мы поступили так. На основе приверженности ООН мы являемся, как вы знаете, государственным основателем. И мы поддерживаем постоянное международное многостороннее право и активно осуждаем все формы терроризма и дискриминации. Мы убеждены в том, что единственная возможность мирно разрешать конфликты – это разрешать их на основе принципов и целей Уставы ООНа. Мы верим в ценность Совета Безопасности и в его основную, наполагающую роль по поддержанию международного мира и безопасности. Ругвай вносит свой вклад в поддержание мира и безопасности. Берем на себя конкретные обязательства, которые начались и до создания ООН, и мы эти обязательства поддерживаем в течение 70 лет работы организации. Вы их видите и сегодня, в частности, в нашем участии в ОПМ, мандаты которых как раз и выдает Совет Безопасности. Мы хотели бы внести наш посильный, скромный вклад в задачи и цели Совета Безопасности в качестве непостоянного члена в период 2016-2018 годов. Мы рассчитываем на вашу поддержку, и мы вас не разочаруем. Благодарю вас. От имени Генеральной Ассамблеи я благодарю президента Восточной Республики Уругвай за то, что сделано заявление. Я прошу представителей оставаться на своих местах, пока мы прощаемся с президентом.